здрасте дорогие ребята родителям ну что мы начинаем наш онлайн курс для детей 80 лет и сначала я немножко расскажу себе и о том каким же будет наш курс и потом уже начнем с вами знакомиться с французским языком bonjour je m'appelle petre je suis votre professeur как может быть вы уже догадались я сказал здравствуйте bonjour по-французски je m'appelle petre то есть меня зовут petre je suis votre professeur я ваш преподаватель давайте проверим с вами как нас видно слышно и заодно научимся пользоваться чатом у вас если вы из компьютера то внизу у вас должна быть иконка чат если вы сидите с планшета или если вы подключите с планшета или телефона то там сбоку тоже внизу вы должны быть три точки если них нажать то там тоже будет опция чат напишите плюсик или можно сказать слышно видно если проверим как работаю на связь отлично вижу плюсик хорошо ну так вот два слова о себе я преподаватель школы французского языка занимаюсь я с наверное со всеми возрастами но с детьми и с подростками у нас есть отдельный еще проект помимо французского языка это театр на французском языке я являюсь руководителем театральной студии у нас и мы с ребятами ездим по разным фестивалям франкофона выступаем со спектаклем на французском языке поэтому в этом курсе я вас познакомлю тоже с некоторыми театральными разминками но теме которые нам будут полезны для изучения французского языка так что даже если вы не занимались театром то это просто будут такие веселые упражнения которые оживят наш с вами процесс изучение французского вот и познакомлю вас также с разными песнями которые вот мы узнали на разных фестивалях и вот мы с вами изучая те или иные темы будем ознакомиться с французскими песнями опять же если вы любите петь да то очень здорово будете можете подпевать и потом может где-то даже выступить с этой песней а если нет ну тогда тогда сможете просто их слушать и ну я считаю что песни тоже отличный способ чтобы учить язык на потому что так хорошо запоминаются и слова и и новая лексика и так вы слышите живой французский ну что а наш курс он он довольно большой он рассчитан на целый учебный год мы будем с вами заниматься с сентября по май у нас будет будет каникулы тоже всем положены каникулы и за за этот курс мы с вами освоим ну вот основные понятия да основные темы которые относятся к уровню а1 то есть это уровень как его еще иногда называют уровень выживания то есть если вы вот освоите курсы будете внимательно все слушать потом попадете во францию то ну вот выжить вы сможете да вы сможете ну например что-то купить себе в магазине да вы сможете спросить как куда-то пройти вот ну и много других вещей можете конечно же сможете рассказать о себе и ну может быть даже познакомиться с кем-то кто кто-то тоже говорит по-французски курс наш состоит из 64 занятий которые делятся на 8 циклов и в каждом цикле 8 занятий очень важно понимать что такое один цикл потому что так вам будет проще ориентироваться так будет проще ориентироваться в том что мы с вами проходим и так в каждом цикле у нас будет один текст это вот в этом тексте будет самое основное самая основная информация вот сам основные выражения которые нужны для этого цикла будет один диалог сегодня с вами разберем его уже первый диалог в котором тоже будут даваться основные фразы да то есть фразы с помощью которых вы сможете общаться с человеком который говорит по-французски мы с вами будем разбирать одно стихотворение одного из французских авторов стихотворении очень разные они подобраны тематически то есть если мы с вами например будем вот в первом цикле говорить про знакомства про формулы про какие-то слова вежливости да как вот вежливо обратиться по французске вот тут у нас будет стихотворение как раз про вежливать на французском. Также у нас будет четыре скороговорки. Но я думаю, что все вы знаете, что такое скороговорки по-русски. Например, шла Саша по шоссе и сосала сушку. То есть, это фраза, которую сложно сказать быстро. Но мы будем с вами много работать над фонетикой, над произношением, потому что, я думаю, всем хочется говорить красиво. Тем более, если вы собрались изучать французский, то, наверное, вам нравится, как он звучит. Очень часто студенты все говорят о том, что нам нравится, как звучит французский, поэтому мы его изучаем. Также каждый урок вы будете узнавать что-то новое о Франции. Потому что, ну, мы же учим не просто какой-то абстрактный язык, да, мы учим язык, на котором говорят, говорит довольно большое количество людей. И вот, когда мы говорим, мы волей-неволей вспоминаем каких-то персонажей, да, из сказок. Мы вспоминаем, там, говорим о каких-то основных возможностях, достопримечательностях. Да, если вы знаете, как по-французски, например, сказать, не знаю там, как пройти, умеете спросить, как пройти до метро, вот, а вам в качестве ориентира вот скажут, ну, вот дойдите до Ифлевой башни, а там поверните направо. И вы вот, что такое, вам скажут, тур Эфеля, да, и вы думаете, что такое тур Эфеля, я не знаю такого слова. Да, это вот очень важный такой, ну, один из самых известных памятников, не только Парижа, но и Франции. Вот. И, конечно же, безусловно, нам нужно знать и какие-то основные факты, понятия о Франции. И у нас будет с вами одна песня, которая будет тоже как-то связана с основной темой, которую мы проходим. Вот в первом цикле, цикле знакомства и формулы вежливости мы с вами будем петь песню как раз про о приветствии и прощании. Каждую неделю я буду ждать вас с 3 до 3.30 в среду и пятницу. Да, занятия у нас все проходят по вот этому расписанию. Ну, и для самих занятий что вам нужно? Вам нужно завести тетрадку, в которую вы будете возможно записывать какие-то права, правила, простите, какие-то выражения, да, возможно, если вы любите переписывать, да, потому что есть, я знаю, ребята, которые, ну, у них так лучше запоминаются, когда они переписывают, или наоборот, они просто любят писать красиво, вот, потому что сегодня мы тоже поговорим немножко о том, как французы пишут, вот, они пишут чем-то похоже на нас, а чем-то отлично, вот, и вот если вы хотите научиться как писать по-французски, да, то тогда вы наши тексты или стихотворения или песни можете переписывать, даже можете завести отдельно такую, знаете, песенник, вот, например, куда будете записывать песни, или отдельную тетрадочку для стихотворения, да, куда будете записывать стихотворение, потом можете с собой взять, легко повторить и где-нибудь выступить стихотворением. И вам рекомендую тоже очень завести какой-то блокнотик для записи слов, да, потому что, как говорили древние, репетицию est matur studiorum, повторение мать учения, да, поэтому слова обязательно нужно повторять, чтобы они у вас, опять же, хорошо запоминались и вы могли их потом использовать. Хотя на занятии у нас тоже мы будем постоянно возвращаться к пройденному, к пройденной лексике. Будем уже все больше и больше зная француз, мы будем все равно вспоминать то, что мы уже с вами прошли. И для занятия вам накануне каждый раз будет отправляться файл с материалами, которые необходимы для очередного занятия. сейчас вы можете его найти в чате. Он называется LePromjeCours. И там вы как раз найдете диалог, алфавит. Но сейчас вы можете даже это не открывать. Вы потом можете его найти и на GetCourse. Там же будет видео. я про платформу отдельно еще расскажу. и эти материалы лучше распечатывать к занятию, потому что во-первых, так вам проще будет работать. Еще раз говорю, сегодня у нас первое знакомительное занятие, поэтому это не так принципиально. Но в дальнейшем вы сможете делать какие-то пометки, например, если мы разбираем текст или стихотворение, вы можете себе помечать, как что читается. или там мы будем с вами говорить о том, что французские слова связываются. Вы сможете эти связочки себе отмечать. Так что лучше их распечатывать, но можно работать и непосредственно по компьютеру. Что я забыл сказать? Все ли понятно из того, что я сейчас объяснил про материалы, про структуру цикла? Можете написать плюсик, если все понятно. Если что-то непонятно, отлично. Супер, плюсик. Ну, тогда идем дальше. И, ну, вот, собственно, так работает наша обратная связь во время занятия. То есть, у нас есть с вами чат, поскольку это вебинар, да, мы, я здесь говорящая голова, а вы, ваша задача, если мы читаем, то повторять, ну, как мы будем выполнять упражнения, я вам походу еще объясню, но самое главное, я вас спрашиваю, все ли вам понятно, вы ставите мне плюсик. Если что-то непонятно, отправляйте минус, например, или, если в процессе я что-то такое сказал, и вам тоже это непонятно, можете отправить вопросительный знак, например. А чуть попозже мы с вами будем познакомиться с французской клавиатурой, вот я думаю, потому что на русском-то вы же все печатаете, вот, и будем учиться по-французски печатать we или no, например, да, да или нет, тоже отвечает на вопрос, все понятно или непонятно. Ну, а в дополнение к вот этим вот вебинарам, да, к тому, что вы будете смотреть непосредственно вживую, но, кстати, будет и запись, то есть сейчас у нас ведет запись этого, этой трансляции, и вы сможете посмотреть ее потом на на геткурсе, на платформе, чтобы повторить, если вдруг что-то вы не запомнили или, например, какое-то нам встретилось слово и вы забыли, как оно читалось, а там в материалах его, например, не было. Ну, и на платформе, в которой вы подключены, там будут все материалы, как я уже сказал, которые будут отправляться вам на почту, то есть их можно будет найти и там, и там они все будут озвучены, то есть самое главное, вот вопрос, который я всегда задаю своим ученикам, как мы учили наш родной язык? Вот как маленький ребенок, особенно если у вас есть младшие братья или сестры, да, то вы может быть замечали, как вот ребенок учит язык, что он делает в первую очередь. И мне вот такие версии дают, что он, ну вот, начинает сначала говорить, слушает, супер, ну, видите, мы с вами на одной волне. Действительно, он слушает, он сначала лежит, вот смотрит на все большими открытыми глазами и слушает, и вам, чтобы легче было учить иностранный язык, вам нужно больше слушать, потому что если сразу начать повторять, например, или говорить, это тоже все очень нужно, да, но это сначала будет сложно, а чем больше вы будете слушать, тем для вас как бы естественнее будут звучать все французские слова, тем естественнее для вас будет их повторять. Вот, поэтому больше слушайте, и у вас на подсознании начнет уже происходить процесс освоения французского. Вот, так что на платформе самое ценное, что там будет, это аудио всего-всего-всего, о чем мы с вами здесь говорим. Причем аудио будет разное, то есть будут медленные чтения, будут чтения в обычном ритме, ну, я вам подробнее буду рассказывать про каждый уже тип занятия, про каждый тип упражнений на платформе по мере того, как мы с вами будем осваивать разные материалы. Ну, и на платформе, как вы, наверное, знаете, в зависимости от тарифа, который вы выбрали, у вас есть возможность обратной связи, то есть, если вы, то есть, либо у вас просто доступ, и вы слушаете, да, что я говорю, самое ценное, вот, либо там у нас будут какие-то домашние задания, если у вас есть функция проверки, тогда вам будут давать еще какую-то обратную связь. В любом случае, вы можете всегда, и это очень будет ценно для того, чтобы наши занятия становились с вами лучше, давать какую-то обратную связь, то есть, все ли вам было понятно, да, или, может быть, вот этот аспект хотелось бы еще как-то побольше осветить, или, возможно, вот практики, там, вот этого правила его было немного, да, и вы можете просить дополнительное упражнение, в общем, любую, за любые отзывы будем очень благодарны. Ну что, что касается технической информации, это все, и мы с вами приступаем к французскому, ура, кстати, ура, это русское слово, которое есть во французском языке, да, они тоже, оно пишется, правда, совсем по-другому, вот, когда-нибудь мы с вами это увидим, но они тоже, у них это в языке, там, иногда в произведениях встречается, ура, вау, а я вам задам другой вопрос, есть ли какие-то слова в русском языке, которые пришли к нам из французского, знаете ли вы какие-то слова французские, которые мы употребляем, или которые, может быть, просто французские, может быть, вы знаете, как сказать, здравствуйте по-французски, я вам здесь уже вот кое-что говорил, если знаете, то можете написать в чат, можете по-русски или по-французски, так, как умеет, Oui, très bien, гардероб, действительно, это французское слово, правда, само слово гардероб, да, по-французски будет звучать иначе, а есть слова, которые и по-русски, и по-французски вроде бы звучат почти одинаково, вот, например, я здесь написал три слова, наверняка вы знаете, что такое croissant, да, croissant, или baguette, ну, или café, напишите, знаете ли вы, что такое croissant, можете поставить плюсик в чат, и мы сейчас с вами еще поговорим, если не знаете, напишите минус, вот, отлично, и что такое baguette, и мы сейчас с вами поговорим немножко подробнее про эти слова, потому что у них такая интересная на самом деле, ну, и то, что кафе, отлично, плюс, плюс, ну, и то, что кафе, я думаю, тоже понятно, и давайте поговорим о том, что такое croissant, давайте с вами повторим, как оно звучит, послушайте внимательно и повторите за мной, croissant, отлично, croissant, вообще по-французски, это значит полумесяц, и если взять историческую такую форму круассана, да, то он как раз вот, похож на полумесяц, вот, то есть, по-французски круассан, это и вот такая булочка, да, к которой мы привыкли, и полумесяц, есть очень много разных версий, почему он именно так, ну, почему вообще кто придумал и почему такую булку, но сейчас croissant, это, ну, конечно, одно из основных хлебобулочных изделий, что во Франции называется viennoiserie, patisserie viennoiserie, которые, одно из основных хлебобулочных изделий, которые можно встретить французских булочных, boulangerie по-французски, так вот, croissant, он бывает с шоколадом, да, croissant au chocolat, бывает croissant aux amandes, croissant с миндалем, такой более изысканный, с таким миндальным кремом внутри, вот, но бывает и самый простой, честно сказать, мой любимый, croissant beurre, то есть, croissant, дословно, масляный, вот, потому что, чтобы его приготовить, то в тесто кладут очень много сливочного масла, ну, вообще, наверное, этим славится французская выпечка, большим наличием сливочного вкусного масла, так вот, сейчас, croissant, это действительно так, вот, во Франции очень много их едят, и много где можно найти, если будете во Франции, обязательно попробуйте, причем разные, багет, давайте с вами повторим это слово, багет, так вот, багет, по-французски дословно, если переводить, это значит палочка, и если вы когда-нибудь видели этот длинный французский хлеб, да, то он, его, кстати, можно найти у нас в Москве, правда, и багет, и croissant у нас, конечно, другие, потому что другое тесто, по-другому готовят, другая вода, но, просто посмотреть на него, найти, на его форму, по крайней мере, можно и в Москве, кстати, меня, когда я был, когда в школе учил французский, то мой дядя, за что ему очень благодарен, он периодически меня, если можно так сказать, баловал какими-то французскими, либо то багет принесет, то найдет какую-то французскую горчицу, вот, и знаете, когда ты вот, даже по чуточке так, иногда к этому приобщаешься, то язык уже становится, как-то живее, что ли, так вот, багет, палочка, да, действительно, внешне багет, похож на такую длинную палочку, и это самый популярный хлеб во Франции, и его едят, знаете, тоже для нас очень непривычно, во-первых, его очень часто ломают, багет, то есть, его именно, он длинный, его удобно ломать, как тоненькую палочку, и его едят в тот же день, в который купили, то есть, французы говорят даже, что багет второй день не лежит, вот, то есть, ну, и действительно, на второй день уже совсем другой, ну, и чтобы показать вам, насколько багет, что ли, важен, да, для французов, я скажу, один такой любопытный факт, что есть закон, представляете, закон, где указано, как готовить багет, то есть, вот, в парламенте приняли закон, там прописано, сколько должно быть соли, сколько должно быть муки, какой длины он должен быть, вот, можете найти это и почитать, вот, он должен быть не больше 65 сантиметров, например, представляет такой, довольно длинный багет, и вот все это регламентировано, и багеты, которые готовятся согласно вот этому строгому рецепту, называются традиционные, или багет традицион, поэтому, если во Франции будете покупать багеты, то я вам рекомендую попробовать именно багет традицион, то есть традиционный багет, потому что он, ну, на мой взгляд, конечно, вкуснее, чем обычный багет. Ну, и слово кафе, давайте тоже повторим, кафе, ну, кафе это кофе, да, можно заказать, например, в ресторане, аль кафе, французы очень любят кофе, и они не пьют чай, ну, очень сложно найти чай во Франции, в каких-то кафе, или даже в домах, иногда у них, ну, где-то можно найти там пакетированный чай, но вот как такие, чтобы заварить чай, да, в чайник, вот это очень редкое явление. Ну, а теперь скажите мне, вот я вам сейчас еще раз почитаю все эти три слова, и я почитаю их в паре с русским словом. Чем отличается, вот манера произносить слова, русская от французской. Вот сначала будет, а давайте мы даже такую сыграем с вами в загадке. Я сейчас буду произносить слово, а вы мне напишите, как вы думаете, это звучит по-русски или по-французски? Если это по-русски, то вы можете написать либо рус, либо поставить цифру один. А если это по-французски, то, соответственно, там, фр, чтобы было быстренько, или два. Итак, круассан. Что это? Русский тогда один, или французский, значит, два. Круассан. Ага. Считать, что было по-французски? Нет. По-французски это звучит вот так. Круассан. Вот это был французский. Давайте попробуем дубль два. Сейчас. По-русски или по-французски? Багетт. Если по-французски два, если по-русски, то один. Багетт. Супер. Это действительно был французский. А по-русски багет. По-французски багет. По-русски багет. А сейчас. Кафе. Если один. Совершенно верно. Это было по-русски. А по-французски кафе. Давайте теперь потренируемся говорить по-русски и по-французски вот так, прям в паре. И попробуем же почувствовать, в чем же разница-то. Вот мы говорим по-русски или по-французски. Слова-то, звуки практически те же самые. Но вот чем, что отличается между, в чем найдем вот это главное отличие между русским и французским? По-русски круассан. Простите, по-русски круассан. По-французски круассан. Багетт. Багетт. Кафе. Кафе. Ну, и если есть какие-то мысли, напишите, а я вам пока скажу. Главное, на что нужно было обратить внимание, сильнее и громче. Действительно, французское произношение, оно более акцентировано, да, оно более энергичное. Потому что по-русски, когда мы говорим, мы даже, в принципе, губами-то особо не двигаем. Там мы говорим круассан, багетт. Да, видите, у меня положение губ практически не меняется. А по-французски круассан. Багетт. Кафе. Да, то есть, нам нужно с вами будет, первое, чему научиться, это сильнее артикулировать. То есть, если я говорю, например, а по-русски, практически не открывая рта, то по-французски должно быть а. Или это должно быть не у русская, да, такое спокойно, а у. Да, более более артикулированное губами, да, то есть, гораздо круглее, губы гораздо вытянутые. То есть, когда мы произносим по-французски, то мы, ну, если так грубо говорить, шире открываем рот. Если это И, то мы шире улыбаемся. Если это О, то губы круглее и сильнее вперед. Если это А, то мы шире открываем вниз рот. И здесь главное быть, знаете, смелым и веселым. Французская фонетика это весело должно быть. Весело и, с другой стороны, трудно. Потому что у вас, если вы хорошо поработали, то у вас вот здесь мышцы должны болеть немножко, да, или такое, по крайней мере, разогреться хорошо, потому что мы их обычно по-русски не используем. А по-французски, как я уже вам сейчас продемонстрировал, то есть, у нас все звуки должны быть шире. Вуаля. Ну, и давайте с вами теперь попробуем вот с этой такой, с этим знанием, да, с тем, что нам нужно говорить, энергичнее и шире открывая рот. А для того, чтобы знать, вот еще один важный момент, собственно, как эти звуки артикулировать, внимательно следите за тем, как это делаю я. То есть, я буду сейчас сначала очень медленно говорить, нарочить, так артикулируя. И старайтесь просто это максимально повторить, потому что, как мы уже сказали, да, главное слушать и слушать и слышать, да, учиться. То есть, постепенно вы будете все четче-четче слышать и воспроизводить именно те звуки, которые нам нужны. И вот этот такой путь от круассан к круассан постепенно тоже пройдете. Аля. Давайте потренируем с вами на еще нескольких словах. Одни международные, это не французские уже слова, но они везде звучат одинаково. Как раз вот эту разницу. Alors, s'il vous plaît, répétez, повторяйте. Le ténis, le fútbol, le volleyball, le basketball. Très bien. И тоже в качестве обратной связи напишите мне по шкале от 1 до 10, как вы сами себя оцениваете. То есть, я, поскольку не могу вас здесь послушать, но вот как будете в то же время учиться сами себе давать оценку. Да, где 1, это прямо вы прочитали как по-русски, ничего не получилось, а 10 прочитали как настоящий француз. Вот где у вас в этой градации, насколько вам самим кажется, это прозвучало по-французски. на семерку. Отлично. Для начала вообще очень здорово. Ну, значит, через неделю должно быть уже 8. Окей. Très bien. Ну, и давайте с вами посмотрим на наш первый диалог. Сначала просто его послушайте, я вам его переведу, и потом мы научимся его читать. alors. « Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Petr. Et toi? Je m'appelle Philippe. Enchanté. Enchanté. Ça va? Ça va. Et toi? Merci. Ça va. Au revoir. Au revoir. Мы в этом диалоге мы знакомимся с нашим главным героем, которого, как вы уже, наверное, услышали, зовут Филипп, и он и его семья будут нас сопровождать на всем протяжении этого курса. Итак, « Bonjour» по-французски это «здравствуйте». 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 Или «Здравствуй». То есть это можно « Bonjour» можно сказать как преподавателю, или человеку, с которым вы на вы старшему, так и другу. « Bonjour, Philippe». Как «Здравствуй» или «Доброго дня». « Je m'appelle Petr». Меня зовут Пётр. « Et toi? А тебя? Je m'appelle Philippe. Меня зовут Филипп. Enchanté. Enchanté. Enchanté – это значит приятно познакомиться. То есть и как правило вот это говорят друг другу. То есть вот мы назвали имена « Je m'appelle Petr». « Je m'appelle Philippe». Enchanté. Enchanté. Приятно познакомиться. Приятно познакомиться. Друг другу сказали как мы рады встрече. И на самом деле французы тоже очень важно знать и понимать. Они в своей повседневном своем общении не гораздо ну вот если говорить про внешнюю такую картинку да они вежливее чем мы в том плане что они гораздо чаще используют всякие разные слова вежливости. Например «Спасибо» там «Пожалуйста» при обращении да они говорят не просто «Здравствуйте» мы с вами будем говорить да когда с какому-то незнакомым человеком обращается «Bonjour monsieur» или «Bonjour madame». Вот поэтому вот эти все маленькие такие слова которые иногда может показаться нам неважными они на самом деле для француза очень важны. Поэтому вот если человек с которым вы только познакомились и узнали как его зовут вы ему обязательно скажите «Enchanté» «Ça va?» «Ça va» «Ça va» это по-французски значит «Как дела?» и можно на это так и ответить «Ça va» ну то есть дословно «Все хорошо» и можно ответить «Все хорошо» «И toi?» «А у тебя?» «Merci» «Ça va» «Спасибо» «Все хорошо» «Au revoir» «Au revoir» «До свидания» «До свидания» Понятно ли все по переводу здесь? Напишите пожалуйста плюсик если все понятно отлично ну давайте теперь тогда его с вами почитаем и поповторяем как я уже сказал вначале нам очень важно будет работать над произношением над артикуляцией слушайте и повторяйте Bonjour Bonjour je m'appelle Петр можете назвать здесь свое имя je m'appelle et toi обретите внимание что интернация идет наверх и toi je m'appelle Филипп «Аншанты» 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 «Са ва» опять интонация в вопросе у нас идет наверх «Аншанты» 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 Ну, на платформе, на GetCourse у вас будет этот диалог начитанный, там видео и все прочее появится сегодня чуть позже, будет диалог начитанный сначала целиком по слогану, для того, чтобы вы могли выверить каждый звук. То есть вы прям слушаете и, нажимая на паузу, старайтесь максимально спародировать. Bonjour. И вы тоже повторяете. Bonjour. Je m'appelle Petr. Вы можете здесь сразу свое имя вставлять. Je m'appelle, не знаю, Натали. Или, je m'appelle, ну, в общем, называйте свое имя. Окей. Et toi? Дальше будет запись по фразам. То есть французы, они читают как бы все такими устойчивыми, ну не устойчивыми, да, все слитыми фразами. И то есть очень важно нам тоже себя сразу приучать вот к этой такой плавности. То есть у вас будет фраза. Je m'appelle Petr. И вы также стараетесь вот это проговорить все слитно. Je m'appelle, Натали. Или, je m'appelle, Лидия. То есть чтобы все это у вас было слитно. И там эта запись будет с паузами. То есть вот в эти паузы вы как раз сможете повторять. И потом будет запись в обычном темпе всего диалога. Это то, к чему вам нужно стремиться. Не нужно работать сразу с максимальным темпом, если вы чувствуете, что предыдущего еще недостаточно хорошо усвоили. То есть лучше повторить еще раз медленно, чем стараться схватить быстрое, потому что быстрое сложнее услышать. То есть вы переходите к быстрому, когда уже очень хорошо слышите, и у вас хорошо получается медленно. И потом будет запись по ролям. То есть будет запись с репликами, ну, например, только вот меня, да, преподавателя. Bonjour. И там будет пауза. В эту паузу вы должны договорить. Bonjour. Je m'appelle, Petr. Et toi? Будет пауза. Вы должны будете сказать. Je m'appelle. Опять же, можете представиться сами, да. А потом будет этот диалог уже перевернут. То есть будут записаны только реплики Филиппа. То есть вы знакомитесь с Филиппом. И таким образом у вас получится диалог по-французски. Понятно ли, как работать с этим диалогом на GetCourse? Если понятно, напишите плюсик. Отлично. Супер. И я специально сейчас очень подробно на этом останавливаюсь, потому что у нас такие упражнения будут всегда, да. То есть, как вы видите, в каждом цикле будет диалог. Да, теперь вы знаете, как работать с диалогом. Всегда будет схожий принцип работы. Ну, и давайте с вами немножко посмотрим, какие же у нас здесь были правила чтения. Потому что по-французски, на самом деле, правила чтения простые в том плане, что они есть. Если вы учили английский, знайте, что там тоже есть правила чтения, да. Но часто читать не по-французски в этом плане, ну, все проще, да. Потому что нужно просто понять, как нужно читать те или иные сочетания. Ну, вот, например. Bonjour. Да, сочетание O-U у нас всегда будет читаться как У. Всегда. Во всех словах. То есть, если вы видите подряд О и Ю, то вы читаете их как У. И получается Bonjour. Repetit. Bonjour. Супер. Кстати, для правил чтения вам рекомендую завести в вашей тетрадке для правил отдельную страницу. И вы туда сможете выписывать все-все правила чтения, которые нам будут встречаться, о которых мы будем с вами говорить. Если вы потом будете читать текст, то можете ее открыть и как раз там все эти правила чтения находить. Или если вы не знаете вдруг, как читается слово, то, опять же, можете его разложить на вот эти правила чтения и самостоятельно прочитать. Итак, Bonjour. Это у нас Здравствуйте или Здравствуй. Доброго дня. Добрый день. Au revoir. Repetit. Au revoir. Здесь у нас два новых сочетания. Это А-Ю, который всегда читается как О, да, и О-И, который читается как УА. И вот и получается Au revoir. Супер. Следующее слово. Это Le Chocolat. Le Chocolat. C-H, как вы уже заметили, читается как Ш. Вот если вместе идут C-H, просто H не читается, да, но вместе с C-H читается как Ш, и получается Шоколад. Très bien. Ну, я думаю, догадались, что это значит, да, Шоколад. Вы. Вы. О-Ю. Да, уже знакомый нам сочетание, которое читается как У. Вы – это Вы. То есть, если бы этот диалог, например, вел бы Филипп, то он бы спросил, сказал бы, Je m'appelle Филипп. Et vous, да, а вас, как зовут. Но у нас в диалоге было Et toi, да, А ты или А тебя. То есть, toi – это ты или тебя, зависит от падежа, который вам нужен. Алло, О-И, да, мы уже с вами видели, читается как УА. То есть, видите, в разных словах сочетания читаются одинаково. Одни и те же сочетания. Alors, très bien. Ну, давайте еще раз повторим и закрепим. Bonjour. Au revoir. Le chocolat. Vous. Toi. Très bien. Très bien. И последнее правило, два, вернее, правило, чтение, о которых я хотел с вами поговорить, это сочетание Q, которое будет читаться как К, да, нам это пригодится потом с вами для стихотворения. La musique. La musique. La musique – это музыка по-французски. То есть, видите, тоже сочетание Q, которое всегда будет читаться как К. И к чему тоже очень важно привыкнуть, что во французском очень много букв на конце не читается. Например, vous. Да, vous. Repétez. Vous. Le chocolat. Это не будет читаться. Le tigre. Пишется, но не читается. Le crocodile. Le crab. Super. И тоже неспроста я подобрал эти слова, потому что по-русски они звучат, ну, очень похоже. И на платформе вы найдете эти слова, начитанные по-французски, да, и старайтесь максимально спародировать, открывая широко рот. А если вы захотите посмотреть, как они артикулированы, тогда вы можете вернуться к видео, найти тот момент, где мы об этом говорим, и внимательно посмотреть, как я их произношу. Ну, нам с вами пора уже заканчивать, и я рад начал этому курсу, и надеюсь, что вместе мы с вами будем прогрессировать, узнавать много нового о французском языке. И желаю вам успехов. Если что-то было непонятно, или на чем-то нужно было, вам хотелось больше сакцентировать внимание, то можете написать потом в комментариях на платформе. И до встречи в пятницу. Как мы по-французски говорим? Au revoir! Au revoir!